Готовиться к школе можно по-разному. Кто-то учебники штудирует, кто-то в библиотеке зависает. А вот у продавцов этого магазина свои представления о том, что необходимо для получения знаний. Был очень простой план спилить дерево, но что-то явно пошло не так. Похоже, дерево было с планом не согласно, поэтому отобрало у незадачливого лесоруба пилу. И хорошо, если еще не дало ему напутственных подзатыльников, чтобы больше не баловался в лесу с инструментом. Видимо, это задумывалось как надежная защита велосипеда от кражи. Но тут следует четко определиться, что ты хотел сохранить, велосипед или колесо. Может, это было какое-то особенно ценное колесо, поэтому замок повесили именно на него. Привет, с вами канал Фактория. Согласно плану для школьного мероприятия, было заказано 200 пончиков. Вот только кто-то где-то ошибся и к цифре добавили один лишний нолик. В общем, мероприятие наверняка удалось на славу, когда курьер привез 2000 пончиков с одинаковой начинкой. Знаете, что отличает кошек от собак? Кошкам абсолютно пофигу на ваши планы. Вы можете сколько угодно доказывать им, что это место планировалось вами как кошачий туалет. Но если они решили, что именно там удобнее всего спать, переубедить их уже не получится. Сила есть, ума не надо. В качестве иллюстрации к поговорке можно использовать эту картинку. Сколько силы должно быть у человека, который умудрился не той стороной воткнуть топор? По проводам течет электрический ток. Ток, слышите? Не вода! Вот что бывает, когда электрик и сантехник решают ненадолго поменяться ролями. Для заправки последнего самолета, видимо, нужного цвета не хватило. Взяли, какой был. Видимо, не ожидали, что кто-то заметит подмену. Место ведь незаметное. Всего лишь полнеба занимает. Остановка автобуса, конечно, планировалась перед магазином. Но водитель решил доставить пассажиров прямо внутрь. Ну, что такого. Главное, вовремя извиниться. Это какой-то новый вид покемонов? Бедный Пикачу. Уши на пятой точке, хвост на лбу. Детям этого зверя точно показывать нельзя. Написано авокадо, значит авокадо. Большие, красные, сочные, с легким томатным привкусом. По плану сотрудников охраны, камера должна быть направлена на вход в банк. Но это совершенно не согласовывалось с планами маркетологов, которые благополучно повесили над входом вывеску, полностью перекрывающую обзор. При планировании идеального газона следует учитывать различные дополнительные факторы. Например, необходимость при стрижке заглядывать под всевозможные предметы, в поисках притаившейся там травы. При планировании здания на чертежах вполне четко был указан балкон. Ну что ж, вот вам ваш балкон. А вот про то, что на балкон должна вести дверь, речи не было. Казалось бы, что может быть проще, чем нанести дорожную разметку на край улицы? Все может пойти не по плану, если какой-то умник решит оставить свою машину на пути проведения работ. Ух ты, Азия! Как тебя жизнь-то помяла! От Африки с первого взгляда и не отличишь. У них было целых два варианта действий. Либо установить скамейку в другом месте, либо сделать слив дождевой воды где-нибудь в стороне. Но нет, видимо где-то сошлись звезды именно так, что скамейка теперь всегда обречена быть мокрой и грязной. Ну что ж, они пытались. Но у них что-то не получилось. Самую малость. Вообще-то, ни для кого не секрет то, что решетки на дорогах делают для того, чтобы туда стекала дождевая вода. Вот только похоже, когда планировали эту территорию, для решетки придумали какое-то другое назначение. Иначе я не знаю, как объяснить то, что она находится выше всех дорожек в округе. Так, то есть это вода. Вы в этом точно уверены? Не то, чтобы я сомневался в табличках, но все же как-то подозрительно. Вот так планировалась обычная стирка, а получилась внезапная пенная вечеринка. Весьма неожиданное изменение планов. И не сказать, чтобы неприятное. А вот весьма банальный план по заправке принтера обернулся внеплановой уборкой. Хотя, похоже, простой уборкой тут не отделаешься. Тут уже ремонт делать надо. Четыре буквы. Всего четыре буквы. Как можно было умудриться в слове стоп сделать две ошибки? Человек просто хотел купить несколько упаковок Фанты. Казалось бы, что здесь может пойти не так? А вот представьте себе, может, кто же знал, что нужно еще и внутрь заглядывать? Эта фотография наглядно иллюстрирует, как важно правильно составить план. Молоко, хлопья и тарелка – все, что требуется для быстрого завтрака. Ну вот человек так и сделал. А все потому, что неверно указали последовательность действий. А красивый у них утюг получился. Стильный. Ну да, конечно, планировалось погладить, а вместо этого получился стильный утюг. Но во всем же нужно искать положительные стороны. Мда, наверное, если рассказать ему про возможность поворота фотографии без необходимости ставить на бок монитор, он расстроится, да? А скриншот экрана он, видимо, с помощью фотоаппарата делает. Я две минуты не мог понять, что происходит с этим манекеном. Нормально поставить бедолагу было слишком сложной задачей? Если вы планируете зайти в туалет, не поленитесь в лишний раз внимательно осмотреть все двери и вывески, поскольку есть подозрения, что специально делают все для того, чтобы запутать людей и поставить их в дурацкое положение. Планировали поплавать в бассейне на матрасе? Тешили себя надеждой, что вас никто не потревожит. Ну да, с собакой свои планы согласовать не забудьте. Заходишь в туалет, видишь в стене люк. Но вот скажите, согласно какому плану за ним может находиться секретный писсуар? Спутниковая тарелка, спутниковая тарелка, спутниковый таз. Вот наш выбор. Интересно, хорошо ловит? Судя по всему, пешеходы на этом участке дороги очень часто грешат превышением скорости. Это постоянно приводит к авариям, поэтому пришлось на тротуаре установить лежачих полицейских. Согласно плану, на этом участке дороги должна быть вполне нормальная разметка. Ну, рабочий слегка психанул, и теперь мне бы очень хотелось посмотреть в глаза водителей, которые видят перед собой этот шедевр. Когда люди покупают машину с люком, они планируют наслаждаться солнцем и свежим воздухом. Дождь в их планы обычно не входит. Вот что бывает, когда планируешь брать с собой на обед бананы, а по итогу приходится обедать мандаринами. Это что, черника? Голубика? Виноград? Ой, да не важно, написано клубника, значит берем клубнику. Строители запланировали в этом месте дом, электрики запланировали в этом месте столб. Менять планы ради друг друга они явно не собирались, в итоге мы получили вот такой шедевр. Ну вот опять, неужели вы думали, что кто-то будет устанавливать дренажные решетки так, чтобы туда могла стекать дождевая вода? Ведь туда может попасть грязь всякая, опавшие листья. Нет, мы ее лучше аккуратненько огородим, будет она сухая, красивая и вообще так и планировалось. Ну запланировал человек себе сделать татуировку, что такого-то? У меня только один вопрос, он принципиально не смотрел, что получается в процессе работы. Идея покрасить пол может сама по себе и неплоха, но пожалуйста, перед тем, как начать его красить, потратьте 30 секунд на планирование и продумайте для себя пути к отступлению. Такое впечатление, что у строителей было одновременно два плана этой башни. На первом было только окно, а на другом были часы. Но в итоге решили не выбирать, какой лучше и как-нибудь слепить все воедино. Что может быть прекраснее, чем семейный вечер у пылающего камина? Только главное, не переборщить с дровами, а то у вас будет не только пылающий камин, но и пылающая труба. Когда-то, много сотен лет назад, когда придумали первый комод, то на ящиках запланировали ручки, для того, чтобы было удобно его открывать. К сожалению, опыт веков со временем был утерян и ручки стали делать изнутри. Если живешь в жарком климате, радость от установки кондиционера трудно переоценить. Вот только иногда все же следует заглядывать в инструкцию, иначе может ждать разочарование. Смотрите, сколько разрушенных планов всего на одной фотографии. Рабочие планировали просто прокопать аккуратную траншею и уложить кабель. Человек планировал просто уехать вечером домой на своей машине. Но теперь их день обещает быть гораздо интереснее. Когда планируешь пообедать, следует учитывать, что ставить горячие блюда на стеклянный стол крайне плохая затея. Если вы планируете уехать на своей машине на следующее утро, а не весной, когда лед растает, то настоятельно не рекомендуем парковать ее под трубами. Планируете повесить на стену телевизор? Похвальное желание, только не забывайте уточнять, из какого материала у вас сделана стена. А то могут быть неприятные сюрпризы. Когда оформляешь страховку на машину, то пытаешься предусмотреть все возможные варианты. Но почему-то мне кажется, что ни у кого нет в планах обнаружить, что лобовое стекло разбилось из-за рыбы. Планировалось, что зелень будет защищать фасад дома от палящих солнечных лучей и придавать красивый внешний вид. Увы, кажется, у зелени оказались свои планы на этот счет, и она решила взять выходной. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании.